Приветствую с вами друзья и гости канала, всем огромный привет и многие из вас хотят жить в Завокзальном районе, потому что Завокзальный район действительно крутой район, крутой, потому что есть школы, детские сады, все есть, но при этом не у каждого есть из вас 200 тысяч рублей за квадратный метр, чтобы купить какое-нибудь хорошее жилье, но, 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 в Завокзальном районе есть интересные стройки и давайте я покажу вам домик на предсдаче, он буквально будет сдан через два месяца и сейчас можно здесь купить квартиры по интересным ценам. Итак, вот сзади меня находится жилой хоббис, который находится на Альпийской, давайте я покажу вам немножко по локации, чтобы вы примерно понимали, что же здесь такого интересного имеется, вот здесь будет паркинг, здесь будет отдельный вход на, получается, на первый этаж, на второй и вот это у нас третий этаж, дом трехэтажный, это статус жилого помещения, но при всем при этом как бы нет никакой там мансардной крыши, как вы видите, поэтому этот дом полностью законный и можно спокойно приобретать здесь жилье, и ни за что не переживать. Площади небольшие, как обычно нас все любят, потому что, ну как любят все, все любят площадь большую, но на большую площадь не у каждого есть у вас деньги. Именно поэтому сделали такие небольшие, небольшие площади для того, чтобы можно было там, к примеру, там в пределах трех миллионов, в пределах двух с половиной миллионов рублей, чтобы можно было именно жить в вокзальном районе. Что касается из конкурентов, конечно, конкуренцию может составить у нас в первую очередь это транспортное в пределах этого бюджета, либо же у нас может составить Дагомыс, но знаете, все-таки здесь этот центр, это улица Альпийская, посещение с Дагомысской, как ни крути, все-таки здесь хорошо и комфортно. Тут скажут, блин, дома частно стоят, да я вот с вами соглашусь, да, конечно, дома здесь есть, и самое интересное, домики стоят такие, но к ним подъездных путей нет, я не знаю, как они сюда входят, ну реально здесь подъездных путей нет. Так вот, какие здесь площади, да, давайте вот я возьму свою шпаргалку, потому что все-таки, все-таки не могу я запомнить все объекты, и вот здесь, например, у нас есть квартирки, начинаются, они у нас получается от 110 тысяч рублей за квадратный метр, даже за 105 на первом этаже, ну а второй, третий этаж у нас цена 115 за квадратный метр есть, 110 и так далее. Ну, смотрите, сразу что бросается в глаза, хорошие оконные группы, хорошие окна, да, вот я имею ввиду окна в пол, в принципе здесь неплохие планировки, даже если мы возьмем вот эту квартирку, да, она прям совсем маленькая по идее, но здесь у нас получается 4 световые точки, это действительно круто, действительно классно, как бы я считаю, что наличие балкона тоже большой плюс. Да, может быть здесь и нету вида на море, но в целом вид идет на вот такой, да, на район Соболевка, который находится внизу, и я считаю, что вполне даже себе хорошо. Теперь, конечно же, это мы с вами на третьем этаже были, на третьем этаже тоже есть квартирки, также есть квартира на первом этаже, также есть здесь квартира от инвестора. Если вдруг кто-то хочет сэкономить, обращаемся на предназначение, можно прям очень хорошо даже приобрести. Ну и, конечно же, давайте спустимся вниз, на какой-то у нас лестничный марш, на втором этаже все довольно-таки чистенько, убрано, и давайте попробуем сориентироваться. Итак, если мы будем смотреть, это первая квартира, 32 квадратных метра, на втором этаже она куплена, на третьем этаже такая квартира продается за 3 миллиона 400 тысяч. Вот так мы с вами заходим, и вот с этой стороны будет, если не ошибаюсь, санузел, потому что вот здесь, видите, выделен для коммуникации. Ну и получается такая однокомнатная квартира, однокомнатная. Плюс, если вдруг кому-то площадь показалась маленькая, вы можете спокойно взять, вот видите, здесь и под объединение. Сейчас еще у нас не выросли перегородки по одной простой причине, потому что многие берут квартиры здесь под объединение, потому что здесь в пешей доступности школа, в пешей доступности детский сад, магазин, магнит, автобусная остановка, в общем, все есть. И, в принципе, хоть альпийская, это считается гора, но все равно мы находимся с вами на ровной поверхности. Вторая квартира в этом доме, да, если будете ориентироваться, это у нас квартира 33 квадратных метра, 33,6. И вот на третьем этаже у нас стоит, к примеру, 3 миллиона 860 тысяч. Есть также на втором от инвестора. Что в этом углу хорошего? Ну, вид на соседний красивый домик, только не знаю, как он будет тогда все подъезжать, ну да ладно. Ну и вот она такая квартирка, тоже, я считаю, довольно-таки неплохая. И, знаете, тут случай, когда застройщик, наверное, немножко переборщил, вот он переборщил с окнами, потому что вот она входная группа, и в целом это хорошая однокомнатная квартира. Вот с этой стороны санузел, с той стороны, вот смотрите, вот, ребят, вот здесь у нас санузел, с той стороны у нас, получается, у нас кухня, а вот с этой стороны у нас, получается, имеется еще и спальня. Ну, круто, да, круто. Следующая квартира, она у нас, получается, 38 квадратных метров, вот она, и вот тоже можно ее посмотреть. 38 квадратов, квартирка небольшая, и в целом, я думаю, тоже можно что-то придумать. Вот эта квартира, которая последняя, и предпоследняя, да, там, со второго этажа вид идет на опорную стену, частично, да, вот, хотя здесь будет все облагорожено, все будет красиво, но опорная стена есть, от этого никуда не денешься. Ну, и вот еще одна есть, вот эта квартира, вот эта квартира, кстати, мне больше нравится, потому что одно окно выходит на зелень, просто тут даже пальма есть, ну, и вот, получается, представляете себе тот случай, когда ты открываешь окно, у тебя тишина, спокойствие, нет никакого шума, нет никакого гамма, в принципе, да. Итак, что такое жилое помещение? Земля под дом ИЖС, дом построился согласно нормативным актам, ну, и, соответственно, здесь есть прописка, все есть, как, например, жилой комплекс «Весенний», как жилой комплекс «Немецкий квартал», как, например, тот же самый, не знаю, там, жилой комплекс, ну, какой вам еще сказать, «Мелодия леса», в котором я жил, и вот у нас еще есть первый этаж, тот случай, когда на первый этаж спускаешься вниз. Опять же, на первом этаже, если мы берем с вами первую квартиру, это хорошая квартирка, даже с первого этажа открывается отличный вид, и данная квартира стоит 3 миллиона 300 тысяч, но лучше бы я порекомендовал вам взять все-таки вторую квартиру, потому что у нее более удачная планировка, хотя здесь крыша немножко видно, потому что вот здесь вот санузел как раз выделен, здесь у нас, например, можно сделать зону, например, кухни-гостиной, вот с этой стороны можно сделать спальню с выходом на балкон, даже на первом этаже есть балкон, вид на зелень, да, на соседний дом, но, знаете, не на трущобы, высокие потолки, и здесь еще при всем при этом центральные у нас коммуникации. Что касается выхода, здесь также будет, например, даже предусмотрен выход на свою территорию, тоже там ее все обыграет, и, в принципе, получится все очень даже хорошо. В любом случае, это за вокзальный район, ребят, и цена 105 тысяч рублей за квадрат. Данный домик построился всего лишь за три месяца, сейчас его до Нового года доведут до ума, сейчас делают крышу вот этот все, не будем подниматься и мешать ребятам, и, в принципе, такой хороший клубный домик небольшой, учитывая, что здесь есть клиенты, которые купили квартиры под объединение, вот есть, например, вот эту квартиру купили и эту квартиру, сами понимаете, вот они будут заходить, полноценный зал и полноценные две спальни, тем самым квартира 60 квадратных метров за вокзальным районом обходится за 7 миллионов рублей. Дорого это или недорого, смотрите сами. Перед тем, как писать в комментариях, дорого, да, за эти деньги можно взять, да, ребят, за 105 тысяч рублей за квадратный метр вы ничего не возьмете в этом районе вот на такой стадии. Вот именно, если вы смотрите размеры, там, 33 квадратных метра, если смотрите размеры 36 квадратных метров, поэтому перед тем, как написать в комментариях, блин, ну просто возьмите там, ну, можете, если мне не верьте, проконсультируйтесь с другими теми же самыми, не знаю, там, риелторами и все, скажите, блин, хочу за вокзальном районе за 105, за 110 тысяч рублей за квадратный метр купить квартиру, чтобы не было коридорного типа, чтобы не были вагоны, чтобы была нормальная планировка, чтобы были нормальные подвезные пути, чтобы была сразу же автобусная остановочка и так далее, чтобы дом был современный, а не а-ля колхоз, чтобы не было превышено этажность, чтобы я потом не переживал, что там дом возьмут и снесут и так далее. Поэтому, ребят, просто сначала попробуйте проконсультироваться, а потом уже спокойно можете обращаться. Что касается крыши, здесь крыши эксплуатируемые, пока на ней подниматься не будем, но это не этаж, а просто эксплуатированная кровля. Тем самым парковок, как говорит застройщик, будет хватать всем, и место действительно крутое. Сейчас скоро все доведу до ума, до логического совершения. В свободной продаже данный жилой комплекс не представлен, он продается среди своих, потому что хорошие жилые комплексы не нуждаются у нас в большой рекламе. Хорошие жилые комплексы не нуждаются в помощи риэлторов, тех же самых, которые будут помогать продавать и так далее. Ну и вот, смотрите, улица у нас Альпийская, здесь у нас жилой комплекс Суапсинский, который сейчас достраивает и будет продавать потом по 180-170 тысяч рублей за квадратный метр. Ну и, соответственно, здесь в пешей доступности поликлиника, в пешей доступности детский сад, школа, нормальные подъездные пути. Находимся мы с вами на ровненькой поверхности. Рядышком, да, есть старенькие дома, а если есть старые дома, то это значит, есть вся инфраструктура. Рядышком здесь три школы в пешей доступности. Ну и, конечно же, до центра Сочи, например, до, ну, например, не знаю там, ну, давайте возьмем улицу Новогинская. До улицы Новогинская вы сможете спокойно дойти за, сколько, ну, как ты мне скажешь, все правильно, за 20-25 минут. Ну, не больше, 20-25 минут. Поэтому, если у кого-то есть мечта жить в вокзальном районе, если кто-то хочет себе хорошее, безопасное жилье, если кому-то нужна обязательно прописка, то я рекомендую вам присмотреться. Потому что, действительно, как бы, я скажу честно, даже я сейчас задумываюсь, может быть, сделать рокировку. Потому что, как ни крути, но, как бы, за вокзальный район, он всегда будет на голову выше, чем, например, Догомыц, чем та же самая транспортная. Ну, вот как бы так. Поэтому, поэтому, смотрите сами. Также у меня здесь еще одна есть стройка от этого самого застройщика. Хороший жилой комплекс, немножко другая локация. Может быть, сейчас попробую поехать заснять. Просто, ну, попросить застройщики не афишировать. Говорят, это продажи для своих. У нас даже, говорят, ну, как бы в риелторских базах нигде нет. Потому что мы и так нормально строим, и все, да, мы можем инвесторам продать. Но особо сильно в деньгах не нуждаемся, потому что деньги у нас есть. Ну, как бы так. Так, все, на этом, наверное, заканчиваем и едем с вами дальше. Всем добра и пока. Ребят, за вокзальный район по цене ниже Соболевки, ниже Транспортной, ниже Догомыца. Это круто. Ну, серьезно, это круто. Кто был в Сочи, понимает, что за вокзальный район это тренд. И я, например, вот сейчас живу в за вокзальном районе, я понял все прелести того, что, как бы, здесь все в пешей доступности. Здесь я, конечно, пешком не хожу, у меня вообще без разницы, где жить. Но вот когда моя теща, например, она передвигается, она просто остается довольна. Ну, и вот здесь вот, смотрите, тоже хотел показать. Такая есть зона, например, где собаками можно погулять. Там такая лесопарковая зона прям шикарная. Ну, и все. Здесь, конечно, есть гаражи, это уродство в Сочи. Ну, в целом, я считаю, что за эти деньги можно много чего простить. Опять же, для меня важное это продавать безопасные объекты. Это безопасный объект от надежного застройщика. За три месяца, представляете себе, как вы построили? Три месяца. А некоторые там, не знаю, эти шпшки там строят по три года. Вот как бы так. А все почему? Потому что застройщикой есть деньги. И ему даже не нужны особо продажи. Потому что и так все купят, и так на финише все заберут. Ну, пока есть варианты, в том числе от инвесторов. Поэтому обращаемся. 33 квадратных метров минимальная площадь. И есть разные варианты для вас. Пока.